Как улучшить стратегию развития Самары, которую приняли еще в 2013 году, обсудили в одном из крупнейших вузов региона. Сотрудники департаментов образования, физкультуры и спорта, а также общественники и научные деятели приняли участие в третьей стратегической сессии. Они внесли свое предложение по решению актуальных проблем в социальной сфере. Актуализация необходима в связи с новыми вызовами. У нас с вами на пороге уже полтора года пандемия, растущие темпы руманизации, усложнение международных отношений. Все это требует переосмысления тех проблем и направлений развития, которые были заложены в 2013 году в стратегию города. Финансирование, вопрос обеспечения кадрами и материально-техническая база муниципальных учреждений – главные темы обсуждения. В условиях конкуренции с крупными федеральными проектами необходимо не изменить, но дополнить стратегию развития города. Например, несмотря на появление таких масштабных проектов, как филиал Третьяковской галереи в Самаре, муниципальные музеи, библиотеки и спортивные объекты должны тоже идти в ногу со временем и соответствовать последним тенденциям. Основная цель такой сессии – это так называемая постабилистика, то есть выяснение возможностей. Но для того, чтобы выяснить возможности, надо работать, не вспоминая о том, что где есть и что плохо, и что хорошо, а надо работать в области мышления, творчества. Наше дело – запустить процесс. Если люди отсюда идут, не сказав предложение, но унеся проблему, это уже очень много. Стратегическая сессия по вопросам социальной сферы стала заключительным обсуждением. До этого прошли еще две сессии – по экономике и пространственному развитию. Каждый житель Самары также может внести свою лепту, пройдя анкетирование на специальном сайте 2025samara.ru и выступить с собственной инициативой. Обновленная стратегия города будет действовать до 2025 года. Михаил Ермолин, Максим Гусев, События.